Здравствуйте! С вами Макси Форекс. Сегодня мы продолжим тему прошлого занятия – графики ценового движения валют на рынке Форекс. Вы научитесь определять цену открытия, цену закрытия, максимальную и минимальную цену каждого периода по графическим символам, из которых построен график. На прошлом занятии мы узнали, что существует три вида графиков, отображающих изменения курса валют на рынке. Линейные, графики с использованием баров и с использованием японских свечей. Что представляют из себя графические символы, которые называются барами и японскими свечами? Японская свеча состоит из черного либо белого прямоугольника, который называется телом, и верхней и нижней тени. Верхняя и нижняя границы тени отображают максимум, high, и минимум, low цены за соответствующий период и обозначаются h и l. Границы прямоугольника или тела отображают цену открытия open и закрытия close за тот же период и обозначаются o и c. Bar отражает ту же информацию, что и свеча, но отличается от нее отсутствием тела. Изображается он в виде вертикальной тени, на которой максимальные и минимальные цены определяются по верхней и нижней границе теней, а цена открытия за указанный период и цена закрытия за тот же период отображаются короткими горизонтальными черточками. С левой стороны вертикали уровень цены открытия, с правой стороны уровень цены закрытия. Свечи или бары, отражающие рост цен, называются бычьими или растущими и окрашиваются на графиках в зеленый либо синий цвета. Эти же элементы, отражающие падение цен, называются медвежьими или падающими. Они окрашиваются обычно в красный либо белый цвета. И свеча, и бар отображают ценовые изменения данной валюты по этим четырем параметрам за определенный промежуток времени. Таким образом, теперь вы знаете, как определить основные ценовые параметры рынка по графическим символам, из которых построен график. Компания Макси Форекс желает вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.